Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Петрозаводском государственном университете на презентации книги доцента Медицинского института нашего университета Виктора Васильевича Мальцева. Их книга называется просто замечательно «Этюды женской красоты в изобразительном искусстве». Женская красота не дает мужчинам спать спокойно на протяжении многих веков. И очень символично, что накануне Дня лучших мужчин, а такой день мы будем отмечать 23 февраля, да? Ну, за несколько дней до Дня лучших мужчин, мужчины будут говорить о красоте. Потому что в списке выступающих, заранее подготовленных, у нас только мужчины. Но если захотят что-то сказать женщины, пожалуйста, добро, говорите все, что желаете. Ну, начинаем мы наш праздник с прекрасной песни. Для вас поет Татьяна Кучко. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok как-то вот в тяжелых ситуациях думать и прекрасно. Наверное, эти люди больше всех ценят то, что прекрасно, что дается нам в жизни, и мы часто не замечаем. И вот опять схватив эту книгу в очередной раз и побежав на эту церемонию презентации, я еще больше проникся этой идеей, потому что только что присутствовал на заседании ученого совета Института экологии, биологии и агротехнологий, где мы говорили с коллегами о неприятных таких бренных вещах сегодня, как аккредитация университета, написание вот этих рабочих программ РПД, как дисциплин, каких-то там этих оценочных средств, о том, что на нас сегодня навесили очень тяжелые показатели по публикационной активности. И вот прямо присутствуем на таких заседаниях, слушая какие-то порой упреки справедливые или несправедливые своих коллег, чувствуешь себя, как ты будто искупался в какой-то вот такой яме, да, не буду говорить какой. И когда берешь в руки вот такую книгу, приходишь на такую замечательную церемонию, чувствуешь себя просто очищенным в полете, в райских садах, закрыв глаза кажется, что кругом гуляют красавицы, падают какие-то яблоки с неба, райские птицы, поймут, и так становится хорошо и светло на душе. Поэтому спасибо нашим дорогим докторам, кто находит в себе силы после трудной работы, после такой жизни на грани соприкосновения со смертью, вот готовить такие замечательные книги. И я с удовольствием предоставляю слово Анатолию Петровичу Зильберу, я не буду всех его титулов называть, хотя Марина Петровна почему-то меня все время называет обидно профессор, доктор технических наук, да, вот, при чем здесь это, когда речь идет о женской красоте. Вот. И я предоставляю слово Анатолию Петровичу Зильберу, действительно ценителю красоты, ценителю гуманистических идей и ценителю вообще всего прекрасного в жизни. Пожалуйста, Анатолий Петрович. Даже не знаю, к кому первому обратиться, к проректору ведущему сегодняшнюю церемонию или к Витру Васильевичу Мать. Но поскольку он будет рассказывать все о книге, то я буду рассказывать о нем. Хотя бы потому, что Виктор Васильевич попал в Петрозаводск после торжественной клятвы, которую он дал, что он останется навсегда карелом. И он эту клятву сдержал. Но должен вам сказать, что у него есть две термина, которыми его характеризуют. Сначала он назывался комиссар, а потом бабник. Но почему бабник, вам всем понятно. А почему комиссар, наверное, на нем все вам знают. Но я расскажу, что Виктор Васильевич родился или, по крайней мере, работал в городе Мяксе в Смоленской области. И там стал коммунистом. И приехал Петрозаводск за взятку, которому не наказуемо сегодня, потому что это была взятка торжественная, врученная Петрозаводскому университету за то, что его взяли сюда в аспиранты. И он назывался изначально комиссар. И в Итаре, и в университете, когда организовалась кафедра. Ну и могу вам только сказать, что он оправдал. Я вынужден коснуться книги, потому что он привлек всех возможностей карелов для того, чтобы оправдать посвящение своей жене этой книги. И нашел бывшего карела, но специалиста такого штурмата Юрия Владимирович Антропова. И я понятия не имел о том, что он писал такие стихи, но он оправдал Виктора Васильевича, что он посвящает книгу своей, а не чужой жене. Виктор Васильевич с самого начала показал себя очень серьезным ученым. И это надо сказать, что то, за что он берется, он делает на строго научной основе. Он защитил первую в мире кандидатскую диссертацию об электромиографии дыхательных мышц. И он это провел на себе. Он втыкал себе в диафрагму иглы и снимал электромиограмму. Ну, многие, наверное, понимают, о чем идет речь. И сделал выводы, которые противоречили тем, которые сложились до него. Ну, вот я смотрю на его значок. Это значок почетного члена правления общества анестезиологов и реаниматологов России. Но в маленькой Карелии два значка таких всего лишь есть. И поэтому это свидетельство о том, что он в самом деле ученый. И когда он взялся за бабьи дела, то у него тоже это получилось научно, строго проверено. И он воспитывал сестер и приезжающих к нам на учебу врачей. Учил их женской красоте, демонстрируя альбомы, которых успел собрать невероятное количество. И у него это хорошо получалось. Должен вам сказать, что он в этой книге приводит крошопок самых разных. И в частности приводит и далию политику. Это дама, на которую ополчился Пушкин. И она этого не простила ни Пушкину, ни Дантесу, ни всем прочим. Потому что она... Пушкин имел уже донжуанский список. Но он успел жениться на первой красавице Гончаровой Наталье Николаевне. И это кончилось тем, что и далее политика осталась не удовлетворенной. Она дождалась, когда открывали бюст Пушкину в Одессе для того, чтобы плюнуть на пьедестал этого Пушкина. И я уже сразу скажу, что все знают, что дуэль Дантеса с Пушкиным состоялась. Но мало кто знает о том, что не состоявшийся дуэль Горького с Дантесом. Максим Горький дал нам следение о Данко, о Соколе, о Горький, приехав во Францию и узнав, что Дантес еще жив, вызвал его на дуэль из-за то, что его родственники плохо отозвались о России и обо всем другом. И дуэль не состоялась, потому что Дантес сказал, что он убил одного великого поэта, и будет очень нежелательно, чтобы он убил и второго. А чтоб он приготовил пистолеты и все такое прочее, но дуэль не состоялась. Ну, я говорю, это, возможно, миф самого Горького. Но все интересуются, почему те, которые видели эту книжку, интересуются, почему у нее такой ничтожный тираж 200 экземпляров. Хотя нужно было бы, по крайней мере, две тысячи. Так я вам скажу, что книжки подобного рода, по крайней мере, последние три книжки, которые выпущены в кафедре, они выпускаются главным образом за счет автора. И у Виктора Васильевича хватило денег только на 200 экземпляров. И поэтому надо все-таки держать нам в голове, что хорошие книги надо издавать большими тиражами. И тогда не потребуется... Я здесь видел до начала еще, когда возмущалась одна дама, имеющая отношение к медицине, что почему такой тираж и как купить книжку для того, чтобы ее написать у автора. Вот это все относится к дорогому дизайну книги. И это работа нашего внештатного сотрудника, который не получает деньги от университета, даже те, которые получают мы, авторы. А она закончила этот губ давным-давно, но закончила фильм «Финфакт». Но она из врачебной семьи и хорошо знает медицину и командует медициной, как хочет. И вот эти книги, благодаря Вере Ивановне Брагиной, получаются у нас такими годными. Я думаю, что если я на этом закончу, то этого будет достаточно, чтобы уже неровные торжества рассказал о том, да? Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Дорогие коллеги, многие из вас знают выражение «красота – это страшная сила». Может быть, не очень многие знают, что автор этого выражения – российский поэт Семен Наксон, который написал два стихотворения под одним названием «Дурнушка». И стихотворение 1884 года заканчивается словами «Ах, красота – это страшная сила». Так вот, возникает вопрос. Кто же пользуется этой страшной силой? Как пользуется? Кто рассказывает об этой страшной силе? И когда смотришь на произведения авторов этой страшной силы, а это художники, живописцы, скульпторы, то хочется узнать как можно больше об их работе. Рассказывают об их работе чаще всего профессионалы, искусствоведы. Но читать эти произведения не специалисту, не профессионалу очень трудно. И я подумал, а что будет, если обо всем этом напишет не профессионал, а дилетант, любитель? И попробовал. Получилось или нет – мне судить. Но… Что? Нет, не надо открываться, это полиэстинал, потому что в компьютере всё не ведёт. Каким образом художники показывают красоту женщин? Один из приёмов – это сравнение. Причём сравнение я разделил на две группы. Первая группа сравнений – это когда есть одна красавица, а все остальные женщины, которые показаны – это просто фоль. И не важно, сколько этих женщин показано – одна, две или целая группа – всё равно видно, что одна красавица есть, и именно ей надо поклоняться. Вот сюжетом такого показа, на мой взгляд, служит Версавия. С чего всё начиналось? В Библии сказано, что царь Давид, гуляя по крыше собственного дворца, увидел в купальне красивую женщину. В Библии не сказано, почему он выбрал такое экзотическое место для прогулок. Ну, в конце концов, он царь, где хочет – там гуляет. Но, с другой стороны, куда только не залезет мужик, чтобы поглазеть на обнажённую, красивую женщину, особенно если это чужая жена. Давид узнал, что это женщина Версавия или Бет Шеба, как она звучит в других языках. Она жена его военачальника, и он, как хороший организатор, организовал гибель этого начальника во время одного из сражений, а потом женился на Версавии. И она родила ему несколько детей. Так вот, сюжет картин – это либо Давид любуется Версавией, либо Версавия примеряет украшения, которые подарил ей Давид. И Брюнов изображает Версавию в присутствии только одной темнокожей служанки. А Версавия так и светится вся внутренним огнём, так и блестят её глаза, когда она примеряет какую-то диадему. Естественно, что это подарок Давида. Брюнов написал её такой, потому что натурщицей у него была его муза Юлия Самойлова, и другую её он не мог бы написать. Хотя другие художники изображали Версавию в самых разных настроениях. Второй метод сравнения, вторая группа сравнений – это когда изображают несколько женщин одинаковой примерной красоты. И нам предлагают самим выбрать, кто из них самая красивая. Сюжет – это суд Париса. С чего всё начиналось? Начиналось с того, что на Олимпе праздновали свадьбу морской нимфы Фетиды и Пелея. Событие было не из ряда вон, то есть было из ряда вон выходящее. Земс, основной, главный организатор этой свадьбы, пригласил всех богинь и богов, за исключением одной – Ириды, богини Раздора. Ну, действительно, зачем эту сколочницу приглашать на такое весёлое собрание, чтобы она там им устроила что-нибудь? Но Земс не знал всех способностей Ириды. И вот в разгар свадьбы на столе появилось золотое яблоко с надписью «Прекраснейший». Вот тут и началось то, что сейчас называется конкурсом красоты. Мы не знаем, как оно, во сколько оно, там, эпизоду проходило, но, по крайней мере, в финал вышли три богини. Гера, жена Зеруса, Афина, его сестра, и Афродита. Венгерский писатель Лайошиня Штархази говорит, что это самый нелогичный из всех греческих мифов. Почему нелогичный? Гера, кто она такая? Она что, сохранила молодой изодор? У неё что, нашлись одеяния, которые её украшают? Афина. Она же воительница. Она же в доспехах ходит. Откуда у неё платье? Но больше всего Миштархази возмущается поведением Афродиты. Она же уже богиня красоты. Зачем она влезла в эту склопу? Она происхождением своим выше, чем Зевс. Она дочь деда Зевса. Но она пошла на это. И поскольку ответа на вопрос, кто же из них прекраснейший, не было, все обратились к Зевсу. Азев сказал, что на этот вопрос точнее всех ответит Парис. А кто такой Парис? А Парис – это сын царя Трои Приама. До его рождения, когда мать Гекуба была им беременна, уже было известно, что он будет главным виновником гибели Трои. И все стали говорить, что с этим надо что-то решать, что надо доделать. Нельзя допустить, чтобы он родился. Но, очевидно, малая гинекологическая хирургия в то время была плохо развита. По крайней мере, до Трои не дошла. И малыш родился. И тогда Приам вызвал своего пастуха Агилая и сказал, реши эту проблему. У Агилая не поднялась рука на младенца. Он отнес его на высокую гору Иду и оставил там, чтобы его звери съели. Но звери его не съели, медведица не дала. Она его накормила. И когда Агилай пришел через несколько дней туда на коку, посмотреть на коку, он увидел, что малыш веселый, улыбается. И тогда он положил его в свою котонку и принес домой. И сказал жене, что он будет расти вместе с их сыном. Ну, один малыш или два малыша, какая разница. Они пользовались услугами большого стада. Борис вырос и лицом красив, и телом статен, и умом не ущербен. Нашел общий язык с животиной. Те слушали его с первого слова. И чтобы поднять настроение всем животным, он устраивал между быками соревнования. И почему-то всегда у него выигрывал эти соревнования один и тот же бык. Он украшал его венком и вводил вокруг своего стада. Показывал, что вот он такой. Вероятно, Зевс знал об этой затее Париса. И, вероятно, он подумал, что ежели Парис с той скотиной справляется успешно, то и с этой он тоже управится. Как бы то ни было. Но он приказал Гермесу, самому быстрому из богов, он у них, вероятно, и столкнул роль таксиста, доставить богинь к Парису. И вот этот сюжет, эта сцена Парис смотрит на богинь стала сюжетом очень многих картин. Вот у Люкаса Гранаха-старшего Парис перепуганными глазами смотрит на богинь и не знает, что ему делать, как ему быть. Нужно выбрать самую красивую, а они все ведь одинаковые. Ну и что? В кранах писала с одной натурщица. И тогда началось то, что сейчас называется пиар-акцией. Первая выступила Гера. Она сказала, что если он отдаст яблоко ей, то она сделает его самым богатым и могущественным человеком Айкумена. А что такое богатство? Что такое могущество? Парис и слов-то таких не знал. Не было этих слов в его лексиконе. Они ему не нужны были на пастбище. Афина сказала, что если он ей отдаст это яблоко, она сделает его самым сильным воином, и будет он одерживать красивую победу. А кто такой воин? И что такое красивая победа? Этого он тоже не знает. А вот Афродита, та поступила, пользуясь, так сказать, размышлениями и указаниями своей женской логики. Она сказала, что если яблоко будет ей отдано, то она найдет ему самую красивую жену и, вероятно, обучила ему общению и обращению с женщинами. Вот это Парис понял. И он сказал, ну, конечно, это яблоко твоё. И как не возмущались те две сестрицы, яблоко было отдано Афродите. Афродита сдержала слово. Она помогла выкрасть Елену Прекрасную, жену царя Менелая, из-за чего и началась Троянская война, загубившая Трою. Между прочим, Айзек Азимов, который жил немножко позже, чем Парис, предложил измерять красоту женщин в Еленах. Правда, с оценочной шкалой у него что-то ничего не получилось. Так он и не смог её изобразить. Но это уже другой разговор. Это уже другая история. Естественно, что художники писали портреты женщин. И как пишет Ната Присти, есть в каждой женщине какая-то загадка. И вот, если говорить об этих загадках, то Леонардо да Винчи был гроссмейстером всяких загадок. И Мона Лиза, Джоконда, хранит в себе огромное количество их. Ну, всё начинается, пожалуй, с даты создания этого портрета. Почти 15 лет размах. Далее вопрос, кто же был натурщицей у Леонардо? Правда ли, что это была Лиза, Дель, Джоконда, жена самого богатого торговца Рима? В настоящее время имеется 15 кандидатов на эту роль. Из них 13 женщин и двое мужчин. Второй мужчина в последних списках это сам Леонардо да Винчи. Вот, ну, это его автопортрет, а не какая-то Мона Лиза, Джоконда. Но какие загадки? Загадка улыбки. Дело в том, что эту улыбку в полноте своей рассмотреть можно только при изучении оригинала. И не тогда, когда смотришь на губы Джоконды, а когда переводишь взгляд с губ на какую-то другую часть тела. Леонардо разработал метод сфумата, то есть исчезающий как дым. позднее философ Лосев ее улыбку называл бесовской улыбочкой. Ну, и, наконец, взгляд. Взгляд особенный. Джоконда смотрит на всех посетителей музея, всех сразу и на каждого в отдельности. И на некоторых женщин этот взгляд действует магически. Работники Лувра говорят, что не проходит недели, чтобы не упала какая-нибудь женщина возле этой картины, которой приходится вызывать скорую помощь, потому что она теряет сознание. И когда спрашивают почему, все говорят это взгляд. Русские художники тоже могли создавать портреты женщин с такими же самыми загадками. Вот Бояриня Неврева. Изображена богатая женщина Бояриня, которая в своем самом красивом платье встречает пришедшего к Боярину гостя. В руках держит золотой или золоченый поднос. На нем стоит графинчик из такого же материала со сладкой водкой, которая на Руси называлась хлебным вином. Она нальет этой сладкой водки сначала себе в маленькую стопочку, затем в большую стопочку для гостя. Сделает глоток из своей стопки, дабы показать питье не отравлено. И после того, как гость выпьет все, что она ему налила, она поцелует его в губы. А хозяин будет стоять и смотреть, как она это делает и как он это воспринимает. И вот глядя на ее лицо, ее сжатые губы, вспыхнувшие ламиты, раскрытые очи, появляется мысль, а ведь непростой это какой-то там гость. Было что-то у них раньше, но дальше не пошло. Евгений Михайлович Кунин, который здесь присутствует, написал такое стихотворение, которое назвал к боярине. Налей боярине вина за дни белькнувшие беспечно, за неслучившуюся встречу, любовь, что нам не суждена, за самосбродство мыслей и тайнах горжания топка свечей, за взгляд отчаянно случайный, который солнце горячей, за неизбежность расставаний и щемящую тревогу сна, налей боярине вина из неисполненных желаний. Мы не нарушим распорядка, ты перед господом чиста, твой поцелуй сухой, но сладкий мне запечатает куста. Еще один женский портрет и тоже с загадкой. Портрет Ивана Николаевича Хромского, который он назвал «Неизвестная». Когда в 1883 году он принес ее на выставку, то весь Петербург устремился посмотреть на этот шедевр. И все спрашивали его «Кто это? Кого ты написал?» Он отвечал «Неизвестная». «Ну, где ты взял это сокровище?» «Придумал». И ему никто создания создания этого портрета сказал, что всякий портрет, написанный художником с любовью, это по сути не портрет того, кого он, кто ему позирует, а его собственный портрет. Его, не его, не... он именно себя изображает. И вот этот взгляд магический, какой-то немножечко пренебрежительный на всех, он остался почему-то неописанным, аналитиками этой картины, а все описывают ее одежду. Одета она по самому последнему визгу парижской моды. Когда у Павла Третьякова спросили, покупает ли он эту картину, он долго стоял и смотрел на нее, потом повернулся и пошел. За ним бросились вдохонку, так вы покупаете? Нет. Почему? Он ничего не ответил. Разумеется, картину купили, но очень скоро поползла о ней дурная слава, что приносит она несчастье владельцу. От первого владельца ушла жена, у второго владельца сгорел дом, третий вообще разорился. Цена этой картины падала прогрессивно до 1925 года. А в 1925 году она попала в Третьяковскую галерею. И сейчас она находится там в 20-м зале и смотрит своими такими прикрытыми глазами на толпы тех мужчин и женщин, которые теснятся возле этой картины. Вот еще одна можно сказать загадочная картина. Это иллюстрация к древнегреческому мифу об Аполлоне и Дафне. С чего все началось? Аполлон был очень деятельным богом, бог-провицатель, бог-врачеватель. он управлял всеми музами, он говорил, что он самый меткий стрелок из звука и лучший музыкант. Правда, нашелся один чудак по имени Марси, который сказал, что он лучше на духовых, чем Аполлон на струнных. Было устроено состязание. Музы отказались вынести вердикт, кто победил. И тогда Аполлон сказал, что он победил и приказал с Марси снять живого кожу. Больше с ним никто не спорил. Но однажды он узнает, что на Олимпе появился какой-то мальчишечка и род. Он стреляет из своего лука и не промахивается. Ну, поначалу он не обратил на это внимание. Подумаешь, какой-то там мальчишка бегает с игрушечным луком. Но жаба-то видно его голодала. Он увидел этого мальчишку, схватил за крылышко. Ты что ли род? Да, я род. Ты что метко стреляешь из лука? Не промахиваюсь. А ты знаешь, кто лучше всех стреляет из лука? Я лучше всех стреляю из лука. Может быть, ответил тот, но мы не состязались. Что состязаться с тобой? Иди, играйся со своим игрушечным луком. Аполлон, конечно, был бог, но он не знал самых сильных качеств всех мальчишек всех времен народов. Они чрезвычайно обидчивы и злопамятны. Ну, погоди, сказал род, ты у меня еще поплачешь. И ждать ему долго не пришлось. Мы великали там деревню Олимп. Он увидел, что Аполлон встретился с речной нимфой Дафной и прошел мимо, не заметил ее совершенно. И тогда он вложил в лук две стрелы. Одну он начинил безудержной страстью и предназначил эту стрелу Аполлону, а другой другую стрелу начинил неприязнью и выстрелил. И обе стрелы попали туда, куда он их посылал. И вот Аполлон шел, вдруг оглянулся и увидел красивую белолицую зеленогласую женщину, прекрасней которой он за всю свою божескую жизнь не видел. Он повернулся и пошел за ней. Но дафна-то была ранена другой стрелой. Она поспешила, потом побежала, видя, что Аполлон ее догоняет, она воскликнула «Зевс, громовержец, спрячь меня!» «Хорошо», сказал «Зевс» и спрятал ее. А она продолжила «Я не люблю Аполлона, я ненавижу его, сделай, что хочешь, преврати меня хоть в дерево, но я не хочу ему принадлежать». «Хорошо», ответил «Зевс, когда скажешь, тогда и сделаю». Ждать опять-таки пришлось недолго. Повторно увидел Аполлон дафну и пошел за ней, побежал за ней. Она бросилась от него бежать и воскликнула «Зевс, громовержец!» Раздался среди ясного неба раскат грома в знак того, что Зевс свои обещания помнит и исполняет. И вот Аполлон догнал дафну, схватил ее за талию, прижал к себе и вдруг увидел. Руки, воздетые вверху, у нее превратились в ветви дерева. А тело стало быстро-быстро покрываться жесткой корой. И вот он уже прижимает не красивую женщину, а дерево. Из этого очень логичного по своему развитию и по всему прочему мифа может быть несколько мировоучительных выводов. Но я приведу два из них. Первый мировоучительный вывод. нельзя пренебрежительно относиться к сопернику, каким бы незначительным он ни казался. Этот миф и этот вывод должны знать все спортсмены и их тренеры. И второй вывод. Даже для Бога очень в нее влюбленного не любящая женщина дерево. еще одна загадка. Загадка под названием «Маха обнаженная и маха одетая». Эти две картины написал Франциско Гойя по заказу премьер-министра Испании Мануэля Гадоя. Он же князь мира, он же главный любовник королевы. Гойя понимал, чем он рискует, создавая эти картины, особенно первую Маху обнаженную. А рисковал он всего-навсего своей жизнью. По приказу Святой Инквизиции он мог быть сожжен с загрого на костре, но он написал ее. Сначала Маху обнаженную, а потом по заказу того же самого Гадоя Маху одетую. ходит легенда, что Гадой оба полотна прикрепил на доске, доски укрепил на оси, так что одна картина была видна сразу, это была Маха одетая. И зритель, присытившись взором, осмотром этой красивой женщины отворачивал эту картину и видел Маху одетую. Но настроение этой Махи сразу менялось. Взгляд неприязненный. Она как будто отодвигается от зрителя и говорит «Не тронь». Сразу же возник вопрос, с кого написал Франсиско Гоя эту картину. было несколько предположений, но Леон Фейхт Вангер написал свой знаменитый роман «Гоя» о Гоя, и там он написал, что натурщицей служила ему «Тринадцатая герцогиня Альба». Гоя действительно написал много портретов герцогини Альбы. Это портрет в белом, есть еще портрет в черном, есть еще не меньше десятка всяких портретов. Всех это очень устроило. Всех кроме потомков герцогини Альбы. Они возмутились и вскрыли саркофаг, чтобы измерить кости герцогини и сравнить их размеры с размерами картины. Но им не повезло. Наполеоновские солдаты надругались над саркофагом, над прахом герцогини Альбы поломали кости и поэтому эта легенда была не была опровергнута. Но тем не менее нашлись люди, которые говорили, что Маху написал Гоя с одной из горожанок Севильи. А возможно это была цыганка, а возможно натурщица ему была любовница Годоя по фамилии Туда, как бы то ни было, но до сих пор личность этой натурщицы не установлена. Между прочим, в истории Испании была еще одна герцогиня, девятнадцатая герцогиня Альба. Она прославилась тем, что была самой титулованной в мире. Она носила семь герцогских титулов, двадцать два титула графских и двадцать четыре титула маркизы. Ее первый муж был девятый герцог Сотомайор. Этой свадьбе радовалась вся монархическая Европа, потому что раньше это было две половины монархической Европы, а тут одна свадьба и все объединились, все стали родственниками друг друга. Но тому герцогу как-то в жизни не повезло и в возрасте сорока с небольшим лет он умрет. Герцогиня недолго вдовстовала и вышла замуж второй раз. Но вышла она замуж уже не за герцога, а за бывшего и иезуитского священника. И это вызвало возмущение очень многих. Сам папа Римский написал ей письмо, что если она сделает этот шаг, то он ликвидирует привилегию не преклонять перед ним коллеги. Ну, герцогиня Альба, я не знаю, махнула руку или плюнула в его сторону, но замуж она вышла. опять-таки почему-то и второму ее мужу не очень повезло, потому что он умер раньше, и в 76 лет она осталась вдовой. Через 6 лет вдовства она решила выйти замуж, и на этот раз она в качестве жениха выбрала простого муниципального служащего. вот вот тут вскипела вся Европа. Сам король Испании звонил ей по телефону и говорил, чтобы она не позорила семью этим браком. она махнула на нее рукой и сказала, что свадьба будет. И свадьба случилась действительно через три года, а эти три года она потратила на то, чтобы улучшить свое лицо. она обратилась к пластическим хирургам. И те уж подработали над ее лицом. Уж сделали они его страшнее не придумаешь. И тогда очень многие обрадовались этому, ну теперь-то уж ее жених от нее откажется. Но он не отказался, он сказал, что он любит лицогиню, женится на ней. Вздрогнули все потомки герцогини. Шесть шестеро детей, девять внуков, два правнука. Они могут остаться без наследства. А наследство составляет три с половиной миллиарда евро. Но герцогиня и тут проявила свое свое нравие. Она усадила за стол своих юристов всего СМА и расписала все свое наследство на них. Ей ничего не надо. Ее жених богатый человек. У него собственная трехкомнатная квартира. Когда я прочитал об этом, я подумал, а где он жил-то в Испании или в Советском Союзе? Если у него такое богатство было, но тем не менее, когда ей исполнилось 85 лет, свадьба состоялась. И на этой свадьбе 85-летняя 19-я герцогиня Альба как в молодости танцевала босиком на своей свадьбе. Сзади он виден ее жених. Ему всего 62 года. Три года продолжалось их счастье, после чего герцогиня упокоилась и ее место главы этого клана занял ее старший сын. Еще одна загадка под названием Клеопатра. Клеопатра была царицей Египта, слыла своей красотой. Она была довольно активная царица, ездила в гости, и когда она приехала в Рим и задержалась там довольно надолго, Гай Юрий Цезарь обратился в Сенаст с просьбой развести его своей женой и разрешить жениться на Клеопатре. Но Сенат не согласился, потому что слишком мелкая эта царица была, какой-то далекий заморский Египет. Их не сразило, не уговорило даже то, что Клеопатра к этому времени родила сына которого она называла Цезарион. Она вернулась к себе в Египет, потом стала то ли любовницей, то ли гражданской женой Марка Антония, одного из влиятельных людей Рима, который стал воевать с Ахтавианом за престол, проиграл эту битву. Клеопатра закрылась в своем замке и никого туда не пускала. Но военная администрация сказала, что это будет ее тюрьма. Правда, учитывая, что она все-таки царица, она может гулять за пределами своего замка, но только если и спросит разрешение у администрации. Большего оскорбления придумать было просто невозможно. Но вот однажды все узнают, что Клеопатра собирает пир. И тогда все стали говорить, что ага, лед тренулся. Я, правда, не знаю, был ли тогда в Египте лед, сейчас-то есть, это точно. Но все обрадовались. И в разгар этого пира возле ворот дворца появился какой-то крестьянин, сказал, что он принес для царицы ягоды с моквы и показался суд. Сторожники сказали, проходи, неси, раз принес. В том сосуде под ягодами с моквы была змея, египетская кобра. Плеопатра разгребла ягоды, обнажила змею и сказала, вот ты какая. змея укусила ее, двух ее служанок и все трое они умерли. И вот этот сюжет «Смерть Клеопатры» стал почему-то лакомым кусочком для художников. Здесь Гвидо Кальячий изобразил Клеопатру в окружении шести служанок, молодых, красивых и сама Клеопатра такая же молодая и красивая как эти служанки. Могло ли это быть? Клеопатре к этому времени было по одним данным 39 лет, по другим аж 52 года. У нее было трое родов и четверо детей и внешний вид ее ее живот ее молочные железы не могут быть такими какими их изобразил этот художник. Но тем не менее эта картина была принята. А какая же была на самом деле Клеопатра? Вот прижизненное изображение ее профиля бюстов на монетах. А вот бюст Клеопатры который хранился в Ватикане. Грубое лицо, огромный нос. Почему все восхищались ее красотой? на этот вопрос ответить я не могу. И более того, я могу только прочитать окончание стихотворения Николая Заболуцкого. Потому как я не знаю, что такое красота и почему ее обожезвляют люди. Сосуд она, в котором пустота или огонь мерцающий сосуд. Я кончил. Спасибо за внимание. Виктор Виктор Васильевич, спасибо за интересный рассказ. По ходу, конечно, возникало очень много мыслей, всяких реплик. Думаю, что красота Клеопатры заключалась, конечно, в ее внутреннем обаянии. Эрудиция для своего времени была необычайно образована как у всех Толемеи. Начитана, грамотно. и поражала мужчин, скорее всего, своим интеллектом. Поэтому женская красота не только во внешности, но и во внутреннем мире. Я бы предоставил сейчас слово, я не знаю, в какой форме это будет, Житкову Александру Борисовичу, Евгению Михалычу помнил, стихи которого здесь цитировались и процитировали в книге анестезиолог реаниматор республиканской больницы Ирина Варанова. Уважаемые дамы и господа, я не буду так долго внимать ваше внимание. Ну, во-первых, я скажу только, что Виктора Васильевича я знаю, а он меня знает уже скоро будет, наверное, 50 лет. Не потому, что с детства, но я, Виктор Васильевич, знаю, практически с детства я с его дочкой учился в одном классе. Это раз. Второй момент, первое мое посещение отделения анестезиологии и ремотологии, это мы были школьниками, Виктор Васильевич Мальцев, как родитель, он осуществлял экскурсию, возможно, тогда у меня зародилась эта опасная мысль прийти в эту специальность. Ну, второе, что я хочу сказать, что Виктор Васильевич, он является еще и моим, так сказать, учителем, как и Анатолий Петрович, все мы лекции его слушали. Когда я читал эту книжку, у меня так называют, знаете, это понятие «разрыв шаблона». Я прекрасно знаю Виктора Васильевича по работе. Это такой очень тщательный, обязательный, очень такой пунктуальный в мелочах человек, он давно уже, по-видимому, в отличие от нас, знал, что дьявол таится в деталях, и вот он всегда все как положил. то есть все правильно, все вот как бы такой идеальный вариант, но и Виктор Васильевич тоже самое, и экзамены, ему сдать без знания невозможно, это я знаю сто процентов, потому что он задает вопросы по делу настолько прицельно, и если, в общем-то, ты материал не знаешь, то на халяву, как говорят, поскочить, это немыслимо. И вот я вдруг читаю книжку Виктора Васильевича про женскую красоту, и здесь какие-то игривые, вольные, такой вот стиль, очень свободный, он правильно действительно сказал, Виктор Васильевич, потому что читаешь иногда научные книжки, ну, по искусству, да, и там вот автор легких постельных тонах, перспективу вдали отобразил, читать это немыслимо, хотя они красивые. Здесь все действительно, Виктор Васильевич все вот так рассказывал, так и есть. Иногда после этого хочется вникнуть, еще что-то почитать, поэтому замечательная книжка, нельзя не сказать, что она замечательная, я помню, что недавно была презентация Анатолия Петровича, ректора, который представлял книжку, свои впечатления сказал, что книжка прекрасная, потому что там трижды фамилия ректора упоминалась у Анатолия Петровича, что даже исходя из этого, книжка хорошая, поскольку у Виктора Васильевича три моих стихотворения, он, так сказать, по его просьбе я подписал к ряду картин, и там моя фамилия стоит рядом с Мережковским и с Заболоцким, то, собственно говоря, книжка просто великолепная. Третий момент, мало кто, наверное, знает, я, поскольку Виктора Васильевича знаю давно, Виктор Васильевич сам, кроме, так сказать, всех его ипостасей, ученого и врача и специалиста по женской красоте, он прекрасный специалист по переплету книг. то есть мало кто, я просто видел книжки, переплетенные Виктором Васильевичем, это, в общем, произведение искусства своеобразное. И я понимаю, в общем, его, как бы, желание видеть свою книгу, свое ударение именно в таком издании, в котором оно сейчас и попало, и я, в общем, подозреваю, что Виктор Васильевич как сам, ну, не профессиональный, но, в общем, мастер переплетного дела испытывает некоторое чувство удовлетворения, хотя думаю, что он бы сам, наверное, мог бы сделать это еще краше, если бы он лично этим занимался. Вот. Это еще один момент, и еще один момент, который я хочу напомнить, ну, все мы учились у Виктора Васильевича, не только медицине. Мы с Алексеем Житковым женскую красоту, собственно говоря, мы познали благодаря лекции Виктора Васильевича. Ну, практику мы ходили сами, собственно говоря, а теоретическую часть это Виктор Васильевич. Это, мы же учились все-таки в советское время, но 90-е годы, начало, это перестройка. Ни книг, ни альбомов, никаких тебе плейбоев, никаких тебе, так сказать, журналов Максим. Хороших альбомов в магазинах не было, художественных. Собственно говоря, картинки о женской красоте можно было посмотреть только на лекции по Виктору Васильевичу. Собственно говоря, поэтому все, что мы знаем о женской красоте, и с тех пор это во многом заложено его усилиями, за что ему тоже низкий поклон. Ну и, чтобы быстро закончить свое выступление, я пока тут, недавно ехал в Питер, ехал в поезде, просматривал книжку, по всему Виктору Васильевичу, просил пару слов, сказать, я по поводу его женской красоты, но не Виктору Васильевичу, женской красоты, а его книжки. Такое стихотворение написал, потом, как Виктору Васильевичу, я его вышлю, он может, в следующие издания своей книжки. Непреднамеренность любви, незавершенность взгляда, жеста, как губу смешкой не криви, при покорении Эвереста погибло меньше храбрецов, чем сгинуло в чужих объятиях. Запутавший в сетях лжецов, признаниях, мольбах, проклятиях, проверив содержание платьев, они срывались с высоты в такие, погружаясь в бездны, что абсолютно бесполезно искать и грешные следы. А мы признаться и не ищем, за ними повторив маршрут, доходим собственному унищим Мадонны, пленных не берут, поймают, в порошок сотрут, для остроты добавят в пищу. Опасность женской красоты не в том, что взгляд мужской темнее и рассудок погружая в сон, а в том, что под тончайшим льдом пылает факел Гиминея, шаг в неизвестность, возглас где я, миг опален и обручен. Растерянность меняет шок, хотя есть выбор порошок. Виктор Васильевич. Спасибо вам за книгу. Я надеюсь, что вы только помните его в Вердане. Стихок мы вам подбросим. Алексей Борисович тоже поможет, поверьте, если вам не хватит классики. Стихок Алексей Борисович Житков. Анастезируйте, анастезируйте безнадежки. Анастезируйте, анастезируйте. Анастезируйте, Еще один вариант есть ответа на удивленный вопрос, риторический вопрос ведущего, причем тут красота и анастезиологи, и анастезиологи. И я вот сидел, подумал, что и те, и другие являются спасателем. Красота спасает мир. Анастезиологи, и анастезиологи, что мы спасаем? Восемь. Ну, в общем, красоте. Да. А Блок Александр, когда его один из молодых поэтов спросил в тяжелые годины начала 20 века, о чем же ему писать свои стихи и вообще о чем надо писать молодым поэтам стихи. Блок ему сказал, что во все времена можно и должно писать только о двух вещах. О любви и о смерти. Поэтому тема сегодняшней книги, сегодняшнее выступление и то, кто про это все говорит, анастезиологи, или анастезиологи и прочее, но в общем-то это естественно. Две песенки из своих старых песен я спою, они, в общем-то, на эту тему о любви и о смерти. Первая называется на свидание. А может, завтра Бог цвета спесить целый плато, И уйдет с тему веселком по блечному пути, обормоча гусынцы, Господи, прости, А пока на седовале Огляда сквозь проем дверной А звезды мы с тобой считаем А сделав отдых небо лишом А через дырку стенки лунный Зайка косой Облака Искры Кипятку Сделал Золотой А на лице Коротка Божья Не мешает Мне Знаю, кто Троит Грибот О боящике В лесу Уже Включили Предрассветный Птичий Джаз И Соловьем Заголосили Будто Мы Последний Род А может Завтра Бог Цветастый Сицевый Плоток Завернет Планеты Прихожи Черствый Колобой И Уйдет С тем Узелком По Блечному Пути Бормоча Бусы Господи Прости Бога Забыв О смерть Мы Опять Рифмуем Кровь И Нас Неден Теня Вечер И Тихо Сумасшедшую Любовь И на ту же тему песенка называется «Бес и даница», или песенка Ларисы Дмитриевны. Отчего же мне так горько, я же выбралась из пекла, от любви осталась горько, селенького пепла. Лишь увидела его я, сразу так и обомолела о любви я нынче, а когда пела. Колокольный звон оборвался в мою грудь, в последние песни этой ночью оборвался, ой, на тень гниль с ним. Красное солнышко, как робко, подымается надо волны. Ночь была в таком роде, да и жизнь не то. И в последние песни очень много Виктор Васильевич сегодня говорил не только «ржатской краски», обратил внимание, говоря про Джоконду, про Гранцкого, про взгляд. Да? Да? Слышу. Смотри, когда я, когда я говорю. То, что не писать, мол, вам надо говорить. А все остальное можно закрыть, да? Глаза оставили? Как в одной из книжек я упсал операционной сестры про взгляд. Все закрыто, а глаза о многом говорят. Ну, в общем, не об этом говорить. В заключении про взгляд и такая немножко жуточная хулиганская песня, хотя, в общем-то, это, наверное, просто. Сейчас, секунду. Воскрепи по стеклу, переченью грошу. Воскрепи по стеклу. Расстегни, можешь дыметь Молку на ногу так, чтоб с ума мне сойти Посади меня рядом с собой и задем Прикоснуться не дай, только так Не гляди Колокольчик купи, на шею повесь И звони по ночам за стеною с другим А вернувшись ко мне откажись на отвес Колокольчик тот снять только так не гляди Посмотри эротический фильм и потом Сверхъестественной позой меня завидим А когда все получится так, как в кино Крикни имя чужое, но так не гляди Напои меня пивом, свином и потом А всех друзей моих и своих приведи Покажи им, каким я бываю скотом И уйди вместе с ними, но так не гляди Поскрими по стеклу перочинным ножом Или зубами на духом моим Поскрими Или отвей мне в мозгах телеграмму О том, что ты не для меня только так Не гляди Дорогие друзья Сейчас, нет, я должен просто уйти И убежать, да Благодарность от всех красивых женщин Дорогие друзья, я, к сожалению, должен убежать Вот еще раз реаниматоры раскрыли Такие свои замечательные таланты И стихи прекрасные пишут И музыку, и поют И так вот я ухожу и продолжаю Спасибо большое Спасибо Спасибо Дорогие друзья Завершается презентация Замечательной книги Этюды женской красоты в изобразительном искусстве И пожалуйста, не грустите о том, что Тираж этой книги всего лишь 200 экземпляров Потому что автор дал возможность Прочитать книгу вам всем Первые два издания книги Размещены в электронной библиотеке Республики Карелия Это электронный ресурс Который создается в Петрозаводском государственном университете В данном случае этот ресурс создали автор Виктор Васильевич Марцев Научная библиотека, которая расписала эту рукопись Этот файл в формате Dublin Core Это международный формат для электронных библиотек И, конечно, региональный центр новых информационных технологий Нашего университета Поэтому, пожалуйста, найти книгу очень легко В интернет она доступна всем пользователям мира, галактики Не знаю просто, что там дальше за галактика Надо выйти на сайт Научной библиотеки Петрозаводского государственного университета И потом найти просто такие слова Электронная библиотека Регистрация доступна каждому пользователю сети интернет Очень просто Пароль вагин Сведения кратки о себе И, пожалуйста, потом набирайте название Этюды женской красоты в изобразительном искусстве И книга Мальцева с вами круглосуточно Это замечательно Похлопаем Виктору Мальцева И, дорогие друзья, мы завершаем презентацию чудесной книги Виктора Васильевича Мальцева Песни для вас снова поет Татьяна Кучко Песня Дарис Тобрович «От заката до рассвета» Приветствуем Татьяну! Песня Дарис Тобрович Песня Дарис Тобрович Песня Дарис Тобрович Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok